Для соединения с оператором оставайтесь на вине. Я вообще не могла такого сказать, потому что я не умею вести конструктивные диалоги. Вы договаривались, что у вас была оплата со скидкой? Вы меня с кем-то путаете. И сколько бы я водички не пила, я все равно не могу взять себя в руки. То есть вы не намерены сейчас обсуждать ваш зал? Нет. Хорошо, документы будем продавать в ваше коллективское агентство. Ожидайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Точно разговаривает Ольга Владимировна, верно? Это банк Восточный экспресс-департамент Азербайджана, завод мне Екатерина Андреевна. У вас умеется задолженность за банки не платить 60 дней, по какому причине? У меня задолженность? Да бизнес погорел. Ну так, девушка, что так вот. Погорел бизнес. Научили люди, говорят, открой ИП. Ага, займись разведением. Я купила выхухоли, хотела разводить. Один взяла займ, второй. Всяли у них выхухолят рождаться. Вот. А мне говорят, надо не мясом торговать, а молоком выхухолиным. Ага. Прибор надо, да, для доения выхухолей. Заказал, только в Индии оказались. Еще кредит взяла, думаю, сейчас подниму, бизнес разовью. Буду главный выхухоловед. И не выхуля, не хуля. Вот. Значит, нарожали они этих выхухолят. А куда их девать? Никто не берет. Вот сейчас у меня по всему двору корыт наставил. Хожу на рыбалку, им рыбу ловлю. Выхухолят, жрут постоянно. А тут ветврач пришел, деревенский наш, говорит. Какие-то усы не такие. Они, наверное, у вас, может, больны. Их надо сертифицировать. Опять пошла, взяла займ. Сертифицировать стоит тоже. Все в долларах. Вот. Сертифицировала, значит, это. А они, значит, какие-то прививки им понаставили. Они стали как хуильвы, хуильвы нарожать. И они знают, хулять, куда эти звезды льются. А куда эту хуляву хуля. Что делать? Они рожаются, как крыс. Плодят весь двор в хулях, в их хулях. В общем, что делать, не знаю. И никто не берет. На авитообъявление поставила. Продается, а вы забыла поставить. Но волновалась, ошиблась. Написал, продается хуля. А хуля никто не берет, нихуя. Думает, жизнь какая тяжелая сейчас. Вот пойду сейчас на рыбалку. Говорит, им моллюсков надо. А у нас в пруду. Какие моллюски? У нас там раки. Он корзин закинул в пруд. Масло туда с хлебом бросил. Может, раков наловлю им. Пусть жрут. Может, кому надо это? Люди. В их хуля продаются. От них толку нихуя. И денег нету. Ну, вот предлагайте. Кто вам предлагал бизнес открыть? Я пошла, пока пришла, говорю. Ну, это умные такие. А мне говорят, мы перепутали. Нутри надо разводить-то. Я говорю, как перепутали? Я столько денег вбухала. Куда вы перепутали? Ну, короче, поругалась там с полдеревни, с полселом. А убивать жалко. Ладно, уж в минус ушла. Они у них морды такие с улыбками. Я смотрю, я не могу с ними. Не доить, не могу. Аппарат так мне и не приехал. А потом говорят, ты можешь сама. И, в принципе, так же можно за соски выдаивать молоко очень лечебное. А я это, думаю, специально не буду эту. А у меня самка одна. Не буду день доить эту хулиху. А подхожу, а у этот вухухоль хуй, короче, высосал. У нее все молоко. Мне вообще горят. Когда не кинься, не хули вы хули. Ольга Владимировна, у вас все в порядке. Что мне кинься? Не врачей нет ни хрена. Все нервы истреплены. Врач один у нас, медсестра, на укол даже в деревню ставить не может. Я сама научилась себе ставить. И теперь узнали, что я сама. Хоть все деревни ко мне с этими уколами. Поставь, поставь, поставь. А сами десятки яиц не принесут. Спасибо и пошли. А я говорю, что спасибо в вашем делке? Я раньше молчала. А сейчас говорю, вы мне хоть яйцами продавайте, не продавайте, а благодарите. В общем, хули не хули, а денег не хули, а фиксирует касс. Добрый день. Добрый. Ольга Сергеевна, Этерьми, займах ЕКапуста. Ольга, Катару, Центр Финансов. Интересно, Николай Алексеевич. Майнпер, пора быть с клиентами, разговоры в записи. Все равно поступает по поводу оплаты вашего займа с персональным предложением для вас. Компания готова предложить, там были лояльные условия. Да, для вас. Сейчас, подождите, я сейчас пора вне. Для меня прям персонально. Как хорошо. Ну, за основной долг, если вы готовы закрыть данный вопрос по поводу оплаты займа. Я думаю, что это для меня хотят предложить прям незабываемое, индивидуальное. Предлагаю, а что нет, Ольга Сергеевна, предлагай, предлагай. Сергеевна, к чему разговор заклоните, вы имеете корректно общаться? Я корректно очень. А что за счет? Ну, предлагай, предлагай. Предлагай, на ты разговариваем. Ну, от чего нам с тобой? Ну, я думаю, стоит закончить разговор, я понимаю, что вам неинтересно. Подожди, подожди, мне интересно, предлагай, я уже как бы села красиво. До свидания. Ну, вернись. Добрый день. Звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Борзова Снежановича Ставанова, МФК, Кармане, Одесса, Засканья. Меня зовут Иван Александровна. Да. Хорошо. Ваша фамилия, дату рождения уточните? Фамилия моя? Не, ну, как и была, Любинкина. Незаботка Викторовна. Вы сейчас вообще о чем? Это я, как меня зовут у нас тут, в подворье. В договоре займа у вас другого указано? Ну, договор займа, понятно, там, по паспорту, а меня называют все, Любинкина Незаботка Викторовна. Поэтому ко мне попросу тоже так же. У вас сарказм сейчас не уместен. Кто? Арказм? Сарказм. А. Фамилию и дату рождения назовите. Это я по телефону настоящую не буду называть, нет. Вопрос по оплате не решаете? Верификацию не проходите? Верификацию не проходите? Это что такое верификация? Это ваша интереса должна быть? Слушайте, вы не знаете, как вас зовут по договору займа? Нет, договор займа я знаю, я не знаю, что такое верификация. Вы взрослый человек, вы сейчас чем занимаетесь? Занимаюсь я этого, бутербродик намазала, кушаю. Ожидайте, вам еще перезвонят. Надеюсь, получше к разговору подготовитесь. Ну, я поем, может, умею. Здравствуйте. Да, слушаю. Уведомляю вас о записи разговора. Звонок из ООО столичного агентства по возврату долгов. Я специалист по работе. Просрочная задолженность у Желтмедолженкова Людмила Сергеевна. Вы Наталья Владимировна? Да. Фамилия ваша ровная, верно? Не помню. Ну, как вы, может, фамилию не помните? Бывает такое. Паспорт откройте, посмотрите. Я не нашу с собой паспорт. Наталья Владимировна, мы с вами уже разговаривали не один раз. В чем сегодня у вас сомнения? Ни в чем. Ну, поэтому представьте, вы Наталья Ровная фамилия, правильно? Не знаю. Наталья Владимировна, вы вынуждаете просто возле таких ответов нас вам перезванивать. Пожалуйста. Хорошо, я тогда фиксирую, что вы отказываетесь от прохождения идентификации, что является уклонением от общения. Может, повлиять ли с собой повторение звонку в чаще двух раз в неделю? Чаще двух раз в неделю у нас те номера, которые вами были оставлены. Серьезно? Да, серьезно. Уплонение от общения приводит к увеличению количества взаимодействий. Вы, если хотите что-то сказать... На ходу сочиняем. Наталья Владимировна, если вы хотите что-то сказать, идентификацию пройдите тогда. А, без этого мне нельзя говорить, да? Запрещено. Да, все, поэтому настраивайтесь на более конструктивный диалог, мы с вами свяжемся. До свидания. Ну, дура. Я не алкаш и не пьяница, я. Я просто коллектор, тупая свинья. Меня вызвал пидор, мне не повезло. Трусливая выросла, мерзкое чмо. Мозгов не хватило пойти в ПТУ. Всего восемь классов прослушал руку. Кордавы и руки, и жопы растут. И бредки меня оскорбляют и бьют. А, 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 а... И в армию тоже не взяли служить. На башку больной им не нужен идти. С работой проблемы никто не берет. Кому нужен слабый тупой идиот? Но в жизни случился крутой поворот Восточный экспресс-банк работу даёт Теперь в департаменте банка дружусь Инспектор взыскания, так я зовусь А-а-а-а-а! Сижу с гарнитурой на лысой башке Звоню должникам, это нравится мне С трудом скрип читаю, но это фигня Главное, слушай лишь, чтобы меня Пока не сыскал ни с кого ни рубля Уже как полгода оклад колыбля Теперь понимаю, не рву без коллег Работай как раб, ты за воду и хлеб Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова